Вот это наш будущий дом. Сейчас до конца октября мы еще находимся на прежнем месте в театре «Начайный» на Старой, улица Карантина, 21-1. А здесь, надеемся, что в середине ноября запустим этот зал. Семь лет назад они запустились в здании бывшей чаеразвесочной фабрики, что удачно обыграли в своем названии. А сейчас, параллельно с репетициями, 20 актеров театра «Начайный» занимаются обустройством нового зала. Владислав в трупе почти с самого ее рождения. Закручивая гайки в прожекторе для новой сцены, в старые фабричные помещения молодой человек связывается словами «Уютно», «Тепло» и «Второй дом». Там очень по-домашнему. Там и диванчики, и чай попить можно, и поспать, и посидеть, и порепетировать, поработать. У нас есть традиция, мы угощаем чаем после спектакля зрителей. Переезжать чайным пришлось вынужденно. Свои залы они арендовали. А теперь собственники хотят снести завод и построить семь новых высоток. Здание бывшей фабрики охватывает не только целый квартал в центре Одессы, но и более ста лет ее истории. Во времена своего царствования император Александр II разрешил поставлять в империю чай через порты Черного моря. Местные бизнесмены перспективу уловили. Так в Одессе появилась первая чайная компания. А в 1892 году появилось и это здание для чайразвесочной фабрики. Актеры уже разобрали второй трехсторонний зрительский зал на 200 мест. Его в свое время встроили в долг. Администратор Татьяна жалеет только об одном – обжить до конца его не успели. Ну вот это наш большой зал, который просуществовал год. Мы его открыли прошлым летом. Сейчас, конечно, трудно его узнать. Я думаю, тем зрителям, которые у нас были, будет интересно увидеть, какое оно было до того, как мы его начали ремонтировать. Успехи чайной фабрики Высоцких прервал октябрь 1917 года. Тогда здание национализировали, и в частной руке оно попало только в годы независимости. Но самое главное, чтобы фабрика не повторила судьбу так называемого дома Бунина, который уже 12 лет является наполовину частной собственностью. Уже 12 лет общественность противится его застройке. И уже 12 лет вместо музейного комплекса дом Бунина является руиной. Небольшой двухэтажный флигель построили в стиле классицизма в 10-е годы 19 века. Потом он прославился проживанием здесь Ивана Бунина с первой супругой Анной Цакни. Но для краеведов этот домик – скорее яркий пример тогдашнего усадебного строительства. Вот таких примеров в Одессе очень много. И на этой же улице Пастера Херсонска есть не один такой двор, где внутри двора расположен какой-то очень старый флигель. И он-то как раз и был основанием вот этих нынешних дворов. Несмотря на многочисленные предложения общественников и буниноведов превратить здание в музей, в середине 2000-х его и вовсе исключили из реестра памятников архитектуры. Местная жительница Татьяна рассказывает, как 20 лет назад за флигель началась настоящая война. Его признали аварийным, четыре раза поджигали, затем под шумок просто стали растаскивать по кирпичам. А все из-за двойного права собственности. Рядом с горсоветом здесь хозяйствует и известный в Одессе бизнесмен-застройщик. И у него свои планы на Бунинский дворик. Вы же видите здесь, ну по ДБ нам никак. Здесь чтобы выгодно было строить, ну хотя бы семь этажей надо поставить. Надо расширяться. Куда? А что здесь тогда можно сделать? Ничего, мы написали Труханову. Детскую площадку и спортивную площадку. А пока флигель Бунина повторяет судьбу дома Русова, актеры театра начальной продолжают паковать чемоданы. Администратор Труппа говорит, с самого начала они знали, что рано или поздно придется съезжать, но слишком много сил вложили. Новое место помогли найти поклонники и по совместительству депутаты облсовета. Не так все просто. Для театра нужны высокие потолки, то есть какая-то звукоизоляция, светоизоляция. То есть много вещей, которые нужны. Совсем таких готовых помещений под театр, вот там взять и снять, ну такого не существует. Что-то такое совсем разваленное в старом фонде, какие-то подвалы. Это нужно какие-то безумные деньги, которых просто ну нету туда уже вкладывать. Проект сносочайной фабрики ее владельцы уже утвердили. Но с новостроемой на этом месте не согласна архитектор Екатерина Гагина. По ее словам, восстановление старых объектов могло бы стать бонусом для самого города. Одессе надо развивать культурный и научный туризм, противовес пляжному. Во-первых, минимальное вложение с большой отдачей, то есть это устройство офисов, устройство арт-галерей. Во-вторых, это поднятие культурного уровня города. В-третьих, это такой городской кластер, в котором впоследствии может развиваться, допустим, какая-то научная или технологическая база для города. А это очень важно, в Одессе таких площадок нет. А театралы тем временем, опередив мировую урбанистическую тенденцию, создали свою экосистему с 20 котами в ее центре. Началось же все с кота по имени Дымок, поселившегося в театре на Чайной перед его открытием. Это был взрослый серый кот. Он просто вот, он зашел, у нас директор сидел, он ему прыгнул на руки, тот его, значит, столкнул. Он опять прыгнул, то есть он сказал, что он здесь был всегда, и это его территория. Теперь чайным котами ищут новых хозяев. В новое здание на Морозлеевской 34А их забрать не смогут. Они станут историей театра, теперь уже не на Чайной. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова